Повышение уровня жизни населения, реализация всех законных прав в сфере трудовых отношений, развитие производства – вот главные цели нового трехстороннего соглашения между Ленинским муниципальным районом, Координационным советом профсоюзов и работодателем Ленинского муниципального района. В числе приоритетов подписанного соглашения – обеспечение занятости населения, подготовка квалифицированной рабочей силы, рост производительности труда. Руководство муниципалитета заявляет, что необходимо окончательно избавиться от практики выдачи зарплат в конвертах, так как это впоследствии пагубно скажется на пенсии таких работников. Это очень важный момент, так как он влияет не только на уровень заработной платы или условия труда работников, но он и влияет на такой показатель, я не побоюсь этого слова сказать, я думаю, все это знают, как обеление заработной платы. Для этого уровень минимальной оплаты труда был повышен в нашем районе до 15 тысяч рублей, что на 2,5 тысячи выше, чем в целом по Подмосковью. Мы определяем, что минимальная заработная плата на территории Ленинского района устанавливается на уровне 15 тысяч рублей. Отрадно, что представители бизнеса сами заинтересованы в подписании подобного соглашения и считают его весьма продуктивным. Мы заинтересованы, так сказать, в этом трехстороннем соглашении, потому что заинтересованы развивать свое производство, увеличивать средний уровень заработной платы для работников своего предприятия. Согласно статистическим данным, средний размер зарплаты в Ленинском районе 60 тысяч рублей. Понятно, что не каждый наш житель получает такую награду за свой труд, но, надеемся, в результате трехстороннего сотрудничества между работодателями, профсоюзами и властью, к этой цифре сможет приблизиться каждый. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.